В проекте декларации саммита G-20 нет упоминания о войне в Украине, Реутерс. Участники G-20 пока не смогли разрешить разногласия по формулированию пункта итоговой декларации по вопросу полномасштабного вторжения РФ в Украину, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Реутерс. В 38-страничном проекте, распространенном среди членов G-20, параграф «Геополитическая ситуация» остался пустым, тогда как было согласовано 75 других параграфов, включавших изменения климата, криптовалюты и реформы в многосторонних банках развития. Один из источников сообщил Реутерс, что совместная декларация может не достичь согласия. Однако есть вариант, что будут указаны позиции всех членов с перечнем их согласий и несогласий. Мы можем скрыть разногласия и сделать всеобщее заявление о том, что мы должны иметь мир во всем мире, чтобы все согласились, сказал другой источник издания. Еще один высокопоставленный чиновник одной из стран, двадцатки, заявил, что пункты по войне против Украины были согласованы странами Запада и направлены РФ для их оценки. Россия, по его словам, имела возможность принять взгляды западных стран и выразить свое несогласие как часть заявления. Пока Россия блокирует компромисс, приемлемый для всех остальных, сказал он. В случае отсутствия согласия, Индии придется обнародовать заявление главы, что означало бы, что G20 впервые за 20 лет саммитов не будет иметь итоговой декларации. Саммит G20. Саммит в Нью-Дели состоится 9-10 сентября. Украина не вошла в список приглашенных на саммит стран. По словам организаторов, такой формат вроде бы не подходит для обсуждения проблем безопасности, также там не будет российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзэмпина. Президент США Джо Байден, по данным СМИ, воспользуется этим, чтобы склонить больше стран на сторону Америки. А ЕС может воспользоваться их отсутствием, чтобы активизировать свою работу со странами так называемого глобального юга из-за встреч на высоком уровне с африканскими лидерами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.